Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы тоже здравствуйте. Сегодняшний обзор будет на канал Самвелла Адамяна. Ну, первое, что хочу заметить, это, конечно же, бестактность Самвелла и мамы. Я понимаю, что они уже реально не видят разницы между общением со своими близкими и друзьями и всем Ютубом. Понятно, что они уже сжились с этой камерой, да, они уже как единое целое, но вот интересно, зачем это всё показывать? Я понимаю, что они уже скоро спать будут с камерой, но нельзя показывать, да, всю вот эту грязь. Он постоянно смеётся, Самвелл, да, и издевается над мамой. А зачем? Зачем вот сам он нам показывает её такой? И после этого возмущается он и мама, что пишут, да, вот такие плохие комментарии в её адрес. Ведь сам, да, это всё провоцирует. Почему нельзя вырезать вот эти моменты, где мама говорит, не подумав? Неужели Самвелл думает, что это весело и смешно? В эти моменты он выглядит на самом деле ещё хуже собственной мамы. Глупость – это, наверное, ну вот просто диагноз. Но самое страшное, когда человек настолько деградирует, что считает глупость и бестактность, да, вот какой-то нормой поведения. Или всё настолько уже дозволено. Когда Самвелл акцентрировал внимание на грудь коленой бабушки, никто не обратил на это внимание. И даже не сделал вот реально ему замечание. Наверное, боятся кормильца потерять. Я бы как минимум поинтересовалась, всё ли вообще у этого человека с головой в порядке. Но нет, там этого никто не услышал. Дочь стоит рядом, да, и делает вид, что не слышит, не понимает вообще, о чём происходит, о чём говорится. А может, Света считает это нормальным. Опять-таки, мама Самвелла не обращает внимания на камеру, может, из-за возраста, может, да, из-за болезни. Но Самвелл не даёт возможности нам не услышать, что же говорит мама. Любой нормальный человек фразу, да, мамы за туалет вырезал, но нет. Самвелл так не может. Надо ещё и повторить, да, вот два или три раза, зачем мама туда пошла. Вдруг мы не услышали. Точно так же, как полезть в чужой холодильник. Ну, вот реально, не каждый это сможет сделать. Обычные люди, когда в гости идут, везут с собой гостиницу, но только не Адамяны. Они, наверное, считают, да, что раз они приехали, то это уже праздник. Ну, а когда Самвелл достал отбивные, да, мама оживилась, улыбается, глаза горят, ну, здорово. Ещё интересный момент, а зачем снимать содержимое вот реально чужого холодильника? Ещё, да, и высмеивать содержимое, при этом не забывать тыкнуть беспорядком в этом холодильнике, что из-за Ютуба некогда порядок в холодильнике навести. Но на самом деле, да, тактичные люди так себя никогда не поведут. Ну, на самом деле, Адамяны, да, не брезгуют ничем, даже засохший сыр жуют. Самые голодные. Удивил тот момент, что когда приехали, да, Адамяны, Света с Андреем ушли с кухни после приезда гостей. И никто не спешил накрывать им стол. Вот реально, да, обычно, когда в гости приходят, что первое делает хозяйка? Накрывает на стол. Но тут этого желания ни у кого не возникло. Но поехали дальше. Да, Самвелл реально умеет удивлять, пойти в заброшенное здание, в какую-то, да, свалку, какой-то наркоманский притон. Зачем? Зачем? Ну, вообще, разве адекватный человек будет бродить в аварийном здании, еще видя всю эту грязь, и при этом рассказывать, ой, как страшно, ой, как страшно. Ну, понятно, все для контента, все для нас, для зрителей. В общем, складывается ощущение, да, что Самвеллу нужен хороший психолог, который будет с ним работать. Почему? Потому что Самвелла периодически тянет, да, вот манит к себе эта грязь, мусор, мусор соседей, мусорные баки. Ну, теперь притон непонятный. Самое интересное, что у него нет ощущения брезгливости, да, и отвращения к этому. Вот ходит там, да, и не боится никакую заразу подцепить на обувь. Реально, ну, вот странно. У нормального человека, как минимум, сработала бы какая-то брезгливость. Но нет, Самвелл пошел прогулялся, главное, адреналин получил. Домой пришел, да, после этой бомжатни, не разделся, руки не помыл, по дому ходил. Ну, красавчик. Дальше. Ну, мама через видео рассказывает, да, какая она мать, но дети почему-то молчат. Вот на самом деле, да, обычно дети рассказывают за маму свою. Ну, тут как бы эту роль на себя взяла сама мама. Она пытается кому, не знаю, нам, или собственным детям, или самой себе доказать, вот какая она мама. И постоянно она делает акцент, да, что хорошая мама. Про хорошую маму говорят дети и поступки. Хорошая мать всегда молчит. Мне вообще кажется, что нет понимания, хорошая мама или плохая. Есть мать, а есть, да, вот просто женщина рядом стоящая. Мама доказывает, доказывает, да, даже лично обращается, какая она мама. Вы нам не доказывайте, докажите собственным детям, собственным внукам, правнукам. Получается, опять-таки, тогда, если вы говорите правду, какая вы замечательная мать, то тогда врут ваши собственные дети. Потому что есть два или три видео на ютубе, где сама Ира рассказывает, какая вы мама. Ну, то есть, тогда, получается, ваша дочь врет. Ну, и сам Вел периодически тоже рассказывает, какая вы супермама. Мама, конечно, уникальна. Только она умеет рассказывать, да, про любовь к собственным детям, переживания и расстройства желудка. Ну, вот только она это может сделать. Ну, а цитата от Самвела, это вообще, да, класс. Правильно, мама, люби мои деньги, они настоящие, друзья, фальшивые. Ну, класс, класс. Единственное хорошее, доброе, светлое, что я увидела на протяжении четырех видео, это девочка Саша. Да, вот это единственное то хорошее, что вот реально я увидела. Саша и ее доброе сердце. И, конечно, несчастные бездомные животные. То есть, для меня это важно. Девочка молодец. Она действительно делает очень сильное, серьезное добро. Мама тут же бросает такую умную фразу, когда Саша приезжает, да, за переноской к Самвеллу. Мама меня покорила. Бросай Колю, пишут зрители. И женись на Саше. Мама, неужели вы действительно считаете, что вам все прям вокруг так и кидаются на Самвела? Вы так утвердительно это говорите, как будто, да, это решенные вопросы. Мнения на этот счет у Саши своего быть не должно. Спросить ей даже и не нужно. На самом деле, не каждая женщина видит себя рядом с Самвеллом. И не каждая будет готова, да, вытирать ему сопли и принимать участие в работе над этим контентом. Понятно, что он хорошо зарабатывает. Есть жилье, он всем обеспечен. Но есть очень много минусов, которые перекрывают все плюсы. И в первую очередь, да, выйдя замуж за Самвела, она выйдет замуж и за вас. И тоже не каждая к этому готова, так как вас показывает Самвел. Я не буду отрицать. Есть вероятность того, что, да, вы в жизни совершенно другая. Есть вероятность того, что действительно он специально вас провоцирует. Он вызывает, вырывает с контекста, да, какие-то предыдущие фразы вырезает. И вот оставляет вот эту исключительно вашу брань. Но то, как показывает вас, ваш собственный ребенок, не найдется у вас адекватной невестки, да, которая готова будет принять вашего сына вместе с вами. Ну вот честно, мне кажется, это должна быть женщина, которая либо будет безумно любить Самвела, либо будет любить безумно его деньги. Ну а что хочется сказать дальше? Это, конечно же, загадка Самвела. Ребята, она меня покорила. Вот на самом деле я, когда увидела этот клочок бумаги, у меня мысли не возникло, что человек, извиняюсь за выражение, с бумагой, да, с засохшей мочой, может положить на тумбу, да, на столик. У меня, например, адекватно мысли не возникло. Я вам честно говорю, я долго, я реально вообще даже не задумалась над этим моментом, ну кусок, да, какой-то либо салфетки, либо туалетной бумаги с дыркой. Я не могла представить вот этого поступка. Вот честно вам говорю, пока я, конечно же, не услышала разгадку. Я считала, что Самвел уже вряд ли может чем-то удивить, но реально он удивляет. Я понимаю, что контент и деньги творят чудеса. Но, ребята, такой трэш, рассказывать реально там на протяжении, я не знаю, 7-8 минут, как он ходит в туалет, и что настоящий мужчина ходит именно так. Ты знаешь, Самвел, у меня маленький вопрос. Вот у меня есть сын. Я вижу вокруг кучу-кучу маленьких мальчишек. И почему-то ни разу я не видела, когда мамочки ведут мальчика в туалет, маленьких, да, учат их, как ходить в туалет. Извиняюсь за то, что затронула эту тему, да, изначально перед зрителями. Но вот ни разу я не увидела такого момента, чтобы какая-нибудь из мам посадила сына, как девочку, и сказала, что нужно писать так. Ну вот ни разу я этого не видела. Оказывается, вот ты реально для меня открыл Америку. Я всегда считала, что все мальчики ходят в туалет стоя. Ну вот всегда я так считала. И вот, видимо, может быть, меня неправильно воспитывали. Может, у меня в семье неправильно, да, имея мужа и сына. Может быть, окружающие люди поступают, опять-таки, кто имеет сыновей, тоже неправильно. А ты истину говоришь. Но это реально выглядит омерзительно. Особенно, когда ты нам это все показываешь. Это вообще ужас. То есть у меня, наверное, большего омерзения ничего так не вызвало, как именно вот этот момент с этой отгадкой. Я не ожидала, что человек, да, который выставляет себя как любитель старины, любитель антиквариата, любитель прекрасного, богемный мальчик, и вот способен на вот такой вот трешнячок, который вот так ты загнал, между прочим. Ну а когда ты начал показывать, конечно, для чего салфетка, я была в шоке. Вот реально я была в шоке, когда ты начал рассказывать там на отметины, на пятна, за пятна на штанах, за отметины на штанах. Я большего омерзения, ну не ожидала реально увидеть. Это действительно ужас. Это действительно шок. То есть так как, конечно, работаешь ты над контентом, не каждый способен это сделать, даже за большие деньги. Я единственное, что хочу сказать, хочется действительно поинтересоваться у защитников этого канала, самого Самвела, неужели вас это всё прёт? Неужели вас это действительно не вызывает никаких негативных эмоций, отвращения, омерзения? Но неужели вы считаете это нормой? Обычно, да, я часто говорю, что люди защищают не блогера, люди защищают свои идеалы. Люди защищают то, что им близко по духу. Вот у меня маленький вопрос. Вот защитники, да, которые прибегают и пишут. Неужели вы такие? Вот неужели вы считаете это нормой? И когда вы пишете, да, комментарии, я иногда с вас действительно просто улыбаюсь. То есть кого вы защищаете? Ну вот реально, если разобраться, да, это человек с большой, мне кажется, как минимум психической проблемой. Вот с очень большой психической проблемой, который может подобное, да, вообще рассказывать и показывать. Но это реально человек только недалёкого ума может это сделать. Мало того, да, когда он начал рассказывать, какие у него неприятные ощущения вызывают, да, когда мужчина ходит нормально в туалет, это тоже говорит о нестабильной его психике, говорит о том, что явно у него в детстве были серьёзные проблемы. И когда вы защищаете, вы должны понимать, что это не норма, а это человек с большой психологической, психической проблемой, с психическим расстройством. Ну а на сегодня, ребят, я буду заканчивать. Пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok